В зимнем саду Самарской губернской думы сразу две баскетбольные команды. Сегодня не играют. Сегодня юноши и девушек 2001 года рождения благодарят за завоеванные для области драгметаллы. Девочки во второй раз выиграли золото первенства России. Юноши взяли бронзу. Буквально вчера мы приветствовали и поздравляли женскую команду политех Самара, которая заняла второе место в суперлиге на первенство России. А сегодня у нас такое двойное торжество. В полуфинале чемпионата России по баскетболу сошлись 14-летние девушки из Самары и столичного училища Олимпийского резерва имени Гомельского. Непримиримые соперницы – две сильнейшие команды страны. В первом матче на групповом этапе победили москвички в решающем за выход в финал «Волжанке». За минуту 27 секунд мы выиграли победу. Мы проиграли 9 очков, выиграли у них 3 очка. То есть мы за минуту 27 секунд забили 12 очков. Мы ехали с настроем сразу на финал, что мы сможем и докажем, что вместо нас не будет стоять на пятисталь другая команда. Сегодня девочки говорят, подтвердить чемпионство сложнее, чем завоевать. Судить об этом они могут со знанием дела. Лучшими в России самарские баскетболистки становятся во второй раз к ряду. Таким достижением не может похвастаться, наверное, ни один другой регион. В прошлом году мы ехали на финал. Нас никто не знал, скажем так. Мы были первые. В этом году нас ждали. Все хотели с нами сыграть. Вы не представляете, кого не спросят. Все хотели выйти на Самару. Очень всем хотелось доказать, что и сыграть, и выиграть у нас. Поэтому нам было в этом году очень сложно. Юноши в полуфинале уступили воспитанникам знаменитой школы ЦСКА всего два очка. Не хватило опыта и хладнокровия в тот момент, когда нужно было забросить всего один решающий мяч, вспоминает разыгрывающий самарской сборной Данил Больнов. Там все было очень напряжено, какой-то кураж был. Все не понимали, что делать, что вокруг происходит. Самарская команда юношей 2001 года рождения на сей раз оказалась сборной. В нее вошли семеро воспитанников с дюшер номер один и пятеро игроков баскетбольного клуба «Самара» с ГЭУ. Его президент Камо Пагасян получил от председателя губернской думы Виктора Сазонова благодарность за особое внимание к детско-юношескому спорту. У вас у всех есть очень хорошие перспективы. Очень хорошие перспективы. Почему? Потому что есть у вас этапы для дальнейшего роста. У нас выстроена практически полностью пирамида в Самарской области. Такая пирамида есть не везде, не во всех регионах. Значит, у нас вот эта пирамида выстроена. Девушкам тоже есть куда стремиться. Политех получил право выступления на высшем уровне. Ведь в составе команды в основном играют воспитанницы отделения баскетбола с дюшер номер один. Им, а затем и двукратным чемпионкам, которым еще только по 14 лет, предстоит возрождать славу самарского женского баскетбола. Ну, конечно, вернемся. Видите, как сейчас Виктор Федорович пообещал нам. Да, мы будем надеяться, что все звезды вернутся к нам домой. И у нас будет замечательная команда. Потому что у нас очень великие игроки по России. Играют в разных командах. И нам хотелось бы их вернуть всех назад. Создать команду. И такую же видеть команду, как была в последний раз полные залы. Я думаю, что все возможно. Сейчас они видят этих девушек уже, играющих в команде политех. И я думаю, что очень они хотят попробовать себя сначала в Самаре. Тренер рассказывает, к ее игрокам уже присматриваются скауты из иногородних спортинтернатов. Но пока шансов переманить девочек у них нет. Каждая мечтает играть в Самаре, где сейчас усилиями областной федерации баскетбола создаются все условия для спортивного роста. Субтитры создавал DimaTorzok